Друг, а перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться, серую кнопку вы подписаны, а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! Ииии всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала! И сегодня мы продолжаем вместе с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Симулятор Автомобиля 2. Но перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел вас отблагодарить за 44 тысячи подписчиков. Ребята, вы просто не представляете, насколько это большое количество вообще зрителей на моем канале. Я очень благодарен каждому за вашу подписку, поэтому давайте теперь попробуем добить 45 тысяч подписчиков. Посмотрим, получится ли у нас это сделать или нет. Ну а перед тем, как мы начнем, я, конечно же, хотел показать комментарии, ребят, из прошлого видео. Главное сначала доехать до вот этой стройки, потому что что-то у меня, что-то, Кадиллак, что-то плохо едет. А хотя нет, все нормально, отлично, поэтому давайте выйдем из машины и покажем, что у меня лежит в багажнике. А вы догадывались, что? Да, конечно, догадываетесь, потому что там у меня лежат подписчики. Ой, ну как сказать, комментарии подписчиков, поэтому давайте. Раз, два, три, тадам! Это они! И если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь-то подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое следующее видео. В общем, что, дорогие друзья, сегодня, как вы могли понять по названию ролика, я буду рассказывать о именно всех версиях симуляторов автомобиля 2. Ролик будет очень интересный и для каждого он будет полезен, потому что вы сможете узнать, какая именно у вас версия игры и что с ней можно сделать. Потому что у каждой версии есть свои плюшки и свои скрытые возможности, о которых вы даже и не догадывались. Поэтому обязательно присаживайся по удобному, досматривай ролик до самого конца, отложи все дела на потом, просто посмотри видос и все тебе будет ясно. Поэтому, дорогие друзья, мы в принципе приступаем и так же досварим до конца, потому что в конце будет находиться кодовое секретное слово, с помощью которого ты попадешь в следующее видео. Ой-ой-ой, вот это я походу застрял, а нет, нет, не застрял, опа, ой-ой-ой, упал чуть-чуть, упал, ну надеюсь я развернусь и опа, отличненько. В общем, как вы знаете, сейчас вышла новая версия симулятора автомобиля 2, а именно обновленная, у которой на заставке присутствует Bugatti Chevron. Чем же эта версия отличается от других версий симулятора автомобиля 2? Ну, во-первых, тем, что у нее стал, в принципе, такой же функционал, но исправлены многие ошибки. Во-первых, вылет из игры, из самой менюшки был пофиксен и, получается, его предел был снят до минимума. То есть, всякие, получается, баги, которые могли происходить у вас в меню, они в этой версии происходить не будут. Поэтому, если вы сталкивались с какими-то непонятными, какими-то вещами именно в меню, то в этой версии будет все исправлено и эта версия именно для вас. Она стала более оптимизирована для других телефонов, именно слабых, таких как Honor, Samsung и именно те телефоны, у которых меньше 2 гигов оперативки на телефоне. Напиши обязательно в комментарии, сколько у тебя гигов оперативки на телефоне, посмотрим, сколько нас. Лично у меня, у меня сейчас, по-моему, если я не ошибаюсь, на Asus 2 гигабайта, дорогие друзья. Поэтому, как бы, да. И вот мне, на самом деле, это обновление очень было полезным. И когда я узнал, я думаю, ууу, вот это да. Потому что на телефоне играть, когда лагает, это плохо. И это, на самом деле, круто. В прошлых версиях игры такой функции не было. Как я говорю, есть основные 3 версии игры. Это именно первая, самая чистая, оригинальная, где на аватарке стоит, получается, гелик. Это именно просто оригинальная, пустая версия. Вторая версия, это разраб-мод для разработчиков. Именно где они играют в сетевом режиме на вот этом айдишнике, который у нас, видите, денег написан. Как видите, вот он у меня уже тут прописан, он уже в игре идет прописанный. Это версия, где разработчики тестят обнову и где у вас бесконечное количество денег, где вы можете делать что угодно. И именно на этой версии я как бы и сижу и, в принципе, играю. Ну и третья версия, это самая последняя. И именно это уже фикс баги и прочее такое. И именно она сейчас на данный момент стоит как лидирующая, потому что многие ее сейчас хвалят тем, что она самая лучшая и вообще практичная. Поэтому как бы она сейчас стоит в плеймаркете по умолчанию. То есть официально скачать вот эту версию, которая у меня, ее нельзя с плеймаркета, потому что она не распространяется на открытых платформах. Скорее ее раскидывают на сайтах где-то еще на таких сторонних, получается, ресурсах, собственно говоря. И в интернете ее можно, в принципе, спокойно заполучить и играть на ней. Но если вы захотите как-то ее скачать с плеймаркета, то, увы, у вас не получится. Вам нужно найти в интернете ее, либо скачать ее по моей ссылочке в описании. Я, наверное, оставлю на все ссылки в описании, на все три версии игры. И вам уже будет самому, конечно же, понятно, какую из них лучше качать. Потому что они все, в принципе, разные. И каждая из них по-своему уникальна. Потому что, как бы, в принципе, первая, она устаревшая, она уже, в принципе, не нужна. На ней ничего особо уже не будет. Она не будет никак ни развиваться, никак ничего не будет происходить. Потому что она уже заброшена. То есть, где аватарка Гелик, эту версию уже можете, в принципе, удалять с телефона. Потому что с ней у вас будут только какие-то проблемы. А именно, вот, баги, лаги и вот все. Как видите, вот сейчас вот есть вот такая штука у меня. То в новой версии это все уже пофикшено. Этого всего нет. Там больше лучшая система именно трафика. Кстати, в новой версии игры, где на аватарке стоит Bugatti Charon, это последняя вот версия именно прокачки. Она вот имеет функцию того, что когда вы включаете плотность трафика, он, трафик, получается, анализируется очень хорошо. То есть, ночью машины себя ведут более спокойнее. И ночью, к примеру, меньше людей ходят по улицам. Днем, наоборот, их очень много. И машины быстро ездят. То есть, там уже более такое продуманное все. И сделано до реализма практически. И это, на самом деле, безумно очень клево. Вот эта версия, она тоже, она будет, в принципе, поддерживаться просто до нового обновления. То есть, пока не будут новые тачки, в ней никаких обнов не будет происходить. То есть, нужно будет просто скачивать еще одну новую версию для разработчиков. Ну, от разработчиков именно. Мод на все открыт. То есть, та версия, где можно поиграть и заценить то, что в ней есть. Как видите, я вот сейчас реально могу подключиться к этому, к этой комнате, где могут быть разработчики. Я не знаю. О, на ней ожидание игроков. 4 из 5. Ребят, смотрите, на ней даже, в принципе, играют вот игроки. Как можете заметить, тут есть плеер. И вот, скорее всего, как я объяснял, на этой карте обычно находятся какие-то разработчики, которые тесят новую обнову. И, походу, сейчас они и есть. Давайте сейчас подъедем к ним. Сейчас я хочу подъехать к ним и понять, что они там делают. Тут, ребят, тут реально что-то у них сейчас происходит. Как я объяснял, на этом айдишнике играют реально только, получается, разработчики, которые тестят, получается, новые функции игры. И сейчас на этой карте находятся 4 человека, но без меня будет 3. И, получается, там реально что-то происходит. Потому что, как я вижу, там кто-то есть и что-то они делают. Ну-ка, давайте подъедем по... Опа, что это? Опа, у меня вылетело. Серьезно? Меня, походу, просто... Меня выгнали из сессии. Серьезно? Уже 2 человека. Блин, капец. А что происходит? Походу, с этой версией что-то реально не так. Потому что на ней, вот, как видите, играют реально какие-то разрабы. Как видели? Значит же, там что-то происходило. Потому что, когда я подходил к этой части, а это именно арт-объект, там что-то произошло, дорогие друзья. Видимо, разработчики увидели, что подключился я, лич, и решили меня просто выгнать из сессии и уйти в другую комнату. Ребят, за это реально лайк. Мы, походу, могли сейчас слить какую-то реально обнову. И они, видимо, испугались этого и взяли и вышли из игры. И, точнее, меня выгнали. Сейчас я захожу, и, походу, там уже что-то... Я не знаю, там что-то будет или нет, но там какой-то чувак катается. Ё-моё. Он очень быстро ездит. Я не пойму, кто это. Ну-ка, давайте посигналим ему. Я не знаю, он увидит меня или услышит. Я не знаю, ребят. На самом деле, эта версия реально интереснее всех. Я сразу вам говорю, на этой карте можно поиграть, в принципе, на любой версии, но именно на вот этой мод-версии разработчиков там всё реально открыто, и она очень крутая. Так, тут реально кто-то катается и страдает какой-то вообще какими-то приколами. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Он сейчас в меня хочет врезаться. Ну-ка, тихо, остановись. Йоу, 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 нуржигит. Вот это, конечно, он даёт. Он меня просто остановил, и у меня машина разбилась. Ребят, ну, я такого не видел. Что-то реально происходит в игре странно. И эта мод-версия на всё открыто реально чем-то меня поражает. То, что... Что в ней происходит? Боже мой, я не знаю, честно. Вот мы сейчас остановились вместе с ним, и походу... Походу всё. А я не могу ехать. Он, как видите, этот... Этот чувак едет, а я не могу. Всё, как бы, у меня заправка есть, но я не могу вообще. О, покатились. О, отлично, отлично, отлично. Всё, заработало. А нет, опять я не могу ехать. Блин, и чувак куда-то просто уехал, и осталось... О, он хочет меня... Он хочет меня влететь, да, походу? А чё он делает? Непонятный чел. Интересно, это кто-то из разработчиков или нет? Я им напишу. Я... 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 Они мне отключили движок. Они мне... Нет, ты нереальный. Ну, хорошо. Хорошо. Посмотри сегодня... Сегодня видос. Ты в него попал. Вот так вот. Вот так вот, дорогие друзья. И это... Жесть. Почему-то реально пацанчик не понимает, что это реальные личи. Но я ему в видосе передаю привет и говорю... Ну, Ржигиттик, это был я. Это было реальные личи, а ты... А подумал, что это не я. Ну, очень жалко. Поэтому, я не знаю, версию реально мне заблокировали. Он написал, ну, допустим. Ну, хорошо. Ну, пускай допустим, не допустим. Хорошо. Эту версию мне сломали. Получается, разработчики и не дают в ней поиграть. И это плохо. Поэтому, дорогие друзья, хотите тоже попробуйте, подключайтесь именно к этому айдишнику. Пишите в приватной комнате 2.130.706.432. И вы сможете заметить тоже какие-то непонятные явления, которые происходят на карте. Потому что, реально, тут происходит что-то, ну, честно говоря, странное. Вот, как минимум, это реально странное. Поэтому, дорогие друзья, в принципе, на этом все. Я рассказал именно о этих трех версиях. На каждую из них я оставлю ссылочку в описании. Поэтому качайте ту, которая вам обязательно будет по душе. Подписывайтесь на канал, если вы тут впервые. И давайте добьем 45 тысяч подписчиков. Посмотрим, получится у нас это или нет. Также пишите комментарии. Ставьте пальчики вверх. И нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Ну, а кодовое слово в этом ролике будет «Общение». Все, кто напишет слово «Общение», обязательно попадут в мое следующее видео. Ну, а с вами был, как всегда, я, ваш любимый Ильичи. И всем до скорых встреч. И ручничка под конец. О, крутяк. Субтитры добавил DimaToran ve